Здравствуйте! Следующие несколько минут самое примечательное событие культурной жизни в студии Марии Белова. В Эдинбурге и Моффате соберутся ученые и писатели, поэты и литературные критики со всего мира, чтобы отпраздновать 200-летие со дня рождения Михаила Лермонтова. Они обсудят биографию, работу, влияние и шотландские корни поэта. Ведь известно, что Лермонтовы ведут свой род от Георга Лермонта, выходца из Шотландии, взятого в плен при осаде крепости Белой и осевшего в России. Сам Михаил Юрьевич очень интересовался происхождением семьи и посвятил своим предкам стихотворение желания. Михаил Шемякин покажет свою руку в искусстве. Так называется выставка, которая проходит в Воронежской академии. Экспозиция разделена на две части. В одну – история трансформации образа руки с древнейших времен до наших дней. В другой – работы современных художников, где они выражают свое видение руки. Для создания этого отдела Шемякин проводил специальный конкурс. В концертном зале Мечайковского сегодня свое 95-летие отметит Национальный оркестр народных инструментов России имени Осипова. За дирижерским пультом праздничной программы «Начало-начал» Владимир Андропов, художный руководитель коллектива. Также выступит хор симфонической капеллы, ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева и хор имени Пятницкого. А завтра там же еще один гала-концерт отметит сразу два юбилея – 90-летие Российского симфонического оркестра, кинематографии и 65-летие его художественного руководителя Сергея Скрипки. Шедевры музыки отечественного кино исполнят палат «Бюль-Бюль-Аглы» и «Яни-Нидзе» Владимир Яматов. Далее репортаж моей коллеги Дарьи Ганеевой. В Астана-балете только девушки. Коллектив был создан полтора года назад по личной инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Цель – показать лучшее, что есть в стране, то есть женщин, уверена танцовщица Назерке Ахмед. Красота их в скромности. Девушка как будто из зеркала выходит и закрывается снова. Это стеснение. И хотя эти движения из казахских народных танцев, Астана-балет по сути первый в стране коллектив современной хореографии. Есть государственный театр Астана-опера, где есть традиционная классическая труппа, с которой мы, в общем-то, и не соревнуемся, которая занимается, как говорится, устоявшимися формами и спектаклями. А наша задача – вот именно создавать что-то новое, национальное, самобытное. С Астана-балетом москвичи знакомятся впервые. На фестивале «Россия-Казахстан. 21 век». «Алем» – первая крупная постановка труппы. Визитная карточка Казахстана, как говорят критики. Впервые на сцене тюркский эпос о том, как возник мир «Алем» на казахском. Декорации спектакля с первого взгляда довольно лаконичны. На самом деле, каждая из этих платформ – это своеобразный экран, на который проецируется изображение в технологии 3D-мэппинг. Чтобы создать иллюзию объема, требуется более 200 световых приборов. На сцене вырастает бейтерек – древо жизни, на котором висят души, а они стремятся вниз в океан жизни. Так в казахской мифологии происходит рождение человека. Автор балета – московский хореограф Никита Дмитриевский. В прошлом танцовщик в труппе знаменитого Иржикилиана. Чтобы создать эту одноактную постановку, прочитал весь тюркский эпос. Начиная с 4 века посетил десятки музеев, консультировался с историками и этнографами. Зато теперь, говорит, ни один ученый не придерется. Каждый узор на сцене имеет свое значение – страх, одиночество или любовь. У нас есть такие вещи, как дом-баул. Это казахский степной стоунхенш наподобие, где совершались обряды и подобные вещи, с которыми очень тесно была связана культура Казахстана. Есть такие вещи, как веревки культовые, которые связывают ребенка с матерью. Есть вещи, которые как обереги, которые продаются шаманами при вырождении. Впрочем, эти сложные образы зрителю угадывать не обязательно, добавляет Никита Дмитриевский. Достаточно того, что это просто эффектное зрелище с этническим колоритом. Дарья Ганиева, Василий Кузинов и Махач Казаков. Вести. В программе театрального фестиваля «Балтийский дом» сегодня и завтра, пожалуй, самая экзотичная премьера смотра – спектакль Народного театра Пекина «Наш дзинкэ» по пьесе лауреата Нобелевской премии «Мо Янь». Спектакль, который абсолютно не похож на европейские постановки, с удивительными световыми эффектами и красивыми национальными костюмами. Москва на ближайшие две недели превратилась в территорию современного искусства. В столице стартовал международный фестиваль «Школа», две мировые, три российские премьеры, мастер-классы европейских режиссеров, хореографов и художников. Два десятка событий на трех площадках – в Московском музее современного искусства, в Большом зале консерватории и в Театре нации. Это штаб-квартира форума. Мы вне границ, мы вне политики. Мы смотрим, изучаем, вдохновляемся тем, что сегодня, на наш взгляд, представляет самый большой интерес в разных областях и в разных формах творческих путей и поисков. Малый театр продолжает региональные гастроли. Сегодня труппы сыграет единственный спектакль на сцене Тверского академического театра драмы. Зрители увидят установку Александра Коршунова «Бедность не порог» по Вьесе Островского. На следующей неделе труппы отправятся в Тюмень, а в конце месяца – в Уфу. В Петербургском арт-центре «Перинные ряды» сегодня открывается выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись». 60 графических работ, собранных из частных коллекций Европы и Америки. Экспозиции, также гравюры и литографии к новелле «Кармен Мериме», иллюстрации к приключениям Алисы в стране чудес Кэрролла и известный триптих «Трилогия любви». На сегодня это все. Следите за новостями культуры на телеканале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин